Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы затронули несколько передач назад достаточно сложную тему, сложную, злободневную, актуальную и в то же время полную драматизму, почему священники уходят из церкви, ну или уходят, по крайней мере, из сана, снимают с себя сан. И в прошлой нашей передаче мы с нашим сегодняшним гостем затронули тему, что Господь молчит. В 2016 году известный режиссер Мартин Скорсезе снял замечательный, потрясающий фильм «Молчание», где рассказывалось о миссионерском служении священников и иезуитов в 17 веке в Японии, где они миссионерствовали, рассказывали о Христе. Ну а традиционная Япония с ее религиозной системой этих священников не принимала, и тех японцев, которые принимали христианство, казнила, мучила, заставляла отречься от христианства, от новой религии, а самих священников-миссионеров предавала страшным мучениям. И вот они регулярно задавались вопросом «Господи, но ведь я же тебе служу, почему ты молчишь, когда я призываю чудо на себя, на ту общину, которую я создаю здесь в Японии?». Тем же самым вопросом задавался, например, датский режиссер Бергман. В ряде своих кинокартин он серьезно задавался вопросом, почему, например, священник в какой-то момент во время таинства причастия не чувствует благодатного присутствия Божия? Почему он слышит в ответ на свои вопросы и молитвы в адрес Бога какое-то, как ему кажется, молчание? «Поговорим о том, почему Господь отвечает человеку молчанием». С нашим гостем, отцом Сергием Кредичем. Здравствуйте, батюшка. И снова здравствуйте, Ильич. Для наших телезрителей, которые смотрят нас сегодня вообще впервые, ну, может быть, мы не будем, так сказать, отказывать нам в росте аудитории. Более того, мы его ожидаем. Мы его ожидаем. Немногие, может быть, помнят и знают вас, как Сергея Григорьевича Кредича, философа. Но с вами мы уже когда-то встречались и разговаривали в этой студии о теодиции, об оправдании Божьем. Но тогда мы подступили к этой теме с позиции наличия зла. То есть, почему в мире столько зла и почему Господь его не прекращает? Это вопрос атеиста и внешнего по отношению к церкви человек. Да. Но вот сегодня, мне кажется, можно именно от темы зла, наличествующего во всем мире, почему тут вот происходит, я не знаю, какие-нибудь извержения вулканов, цунами и так далее, и так далее, и какие-то страшнейшие эпидемии. Военные действия в условиях эпидемии за сравнительно небольшую территорию. Ну, тут человеческий фактор все-таки больше. Тут мы понимаем, что, может быть, в данном случае-то Господь как бы за это событие не в полной мере отвечает, потому что есть свобода. А почему не вмешался, почему не остановил. Да, но мы отставим это, да, и немножечко к более близкой рубашке, к рубашке, которая поближе к телу подойдем. Тем более, она, эта тема сегодняшняя является каким-то более логическим таким продолжением нашей предыдущей темы. Тема молчания Бога в моей личной духовной жизни, когда я обращаюсь к Нему, о чем-то прошу и, может быть, даже вопию к небесам, но в ответ ничего не происходит. Не меняются какие-то условия, не преображаюсь я, не входит в мой ум некое откровение, утешающее меня, ободряющее меня, приподнимающее меня и так далее. Почему Бог молчит? Хороший вопрос. И тут я могу только пособолезновать зрителям нашей программы, потому что на месте гостя сижу я, а не Архангел Гавриил, например, да, или не кто-либо из афонских старцев, или Серафим Саровский, или, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у меня нет духовных дарований, я бы не взялся говорить человеку, почему конкретно его случай, будь то какой-то священник снимающий, просящий освободить его от сана, или мирянин, который вот жаждет, ищет и не находит, почему Бог молчит и молчит ли Бог? То есть в этом слове первый момент это то, а как человек вообще видит, что, вот эту беседу с Господом, что должен сделать Господь? И вот так вот, если по-хорошему, да, с такой улыбкой сказать, ну, а вы ждали Архангела, вы ждали вразумления, вы ждали руку на стене, которая напишет вам лично себе, вот, уважаемый, делай вот так, и вдруг оказывается, что мы не находим вот точного понимания, как Господь должен ответить. То есть первый момент, оставляет ли человек вообще место Господу в своей жизни? То есть можно так все распланировать, что с Господом мы так и не встречаемся. Например, это профдеформация у организаторов паломнических поездок. Об автобусе подумай, о солярке подумай, о размещении подумай. Ой, тут нам перезвонили, так получилось, что на один номер меньше, что же делать? А тут вот приходят, просят взять на одного человека больше, потому что сильно надо. И вдруг паломничество, как вообще вот та практика, которая должна привести к встрече с Господом, сводится к тому, что Господу места-то не оставили, не побыли ни секунды в тишине, а все время решали какие-то мелкие вопросы. С сувенирной лавкой, с родником, с источником, с травмой и так далее. Второй момент – это вот та рецептура. Тут мы опять продолжаем тему, начатую в двух предыдущих выпусках, а зачем, собственно, священник в церкви? То есть еще одна грань такая интересная, что совершенно верно, говорят люди, что чтобы вот туда, ко Господу, мне посредники не нужны. А вот чтобы от Господа, то слишком часто посредником выступает священник. Когда человек приходит и говорит, вот, ну, действительно, если не архангелы, если не рука на стене, если не вот эта вот чудесная любовь и голуби, «Эх, Вася, Вася, из звезд на небе, вот это вот мое почтение», да, то каким образом Господь может в обратную связь человеку что-то донести? То есть слишком часто это священник, но это не совсем правильно. Я понимаю, что я говорю рисковые вещи, но тем не менее, не совсем правильно думать, что священник – это такой медиатор, тот самый медиум и оракул, который сидит себе на треноге и, не зная ни человека, ни ситуации, вдруг выдает правильный ответ. На самом деле христианин отличается от человека, который следует культурной инерции христианства тем, что он ежедневно читает Писание. Если мы правда верим, что Писание – это слово Божие, то как же мы говорим о молчании Бога, когда вот оно, слово, обращенное к нам? Если мы посмотрим на предисловие к Нагорной проповеди, и отверз уста, и учил их словами, да, то есть в буквальном переводе, да, и открыл рот и стал говорить. Ну, конечно же, он стал говорить. Для чего уже рот открывать в публичном собрании? Не есть же. И на самом деле, повторю вслед за Василием Великим, полагать, что в Писании есть случайные слова, есть опасное богохульство. И это как раз указывает на то, что Господь учил и чудом, Господь учил и силою, учил как власть имеющую, и учил и примером, и жестом. Он писал на земле, когда к нему подошли в известном эпизоде, и в том числе и словом он учил. И в этом случае вот… Вот, позвольте, комментирующий, уточняющий вопрос. Мы знаем, что в Писании, ну, если мы говорим о Евангелии, да, есть ряд противоречащих друг другу цитат. Вот. Ну, самый… Вот просто пока вы говорили, я вспомнил, Христос говорит ударившему по правой щеке «подставь левую». В то же время мы переносимся в конец Священного Писания и видим, когда Христа бьют, он там что-то как-то не подставляет. И у человека остается зазор, значит, свобода действия, понимать ситуацию, при которой он должен подставить, или же понимать ситуацию, при которой он не должен подставлять и должен так же твердо, не сурово, не жестко, не переходя на личности, но задать вопрос Христа. Да, что если я чего плохого сказал, свидетельствую о зле. А если хорошее сказал, тогда за что бьешь меня? И вот человек стоит перед этой ситуацией, у него в руках все тоже Священное Писание, но ответа в данном случае оно не дает. Так мы говорим о начале пути и мы говорим о процессе. То есть в этом случае, если человек искренне хочет встретиться с Богом, вот по-настоящему, да, как вот тот самый рецепт, что если вы правда неравнодушны к теме ночью на кухне, будучи в одиночестве, скажите «Господи, найди меня, открой семье, я не знаю как». И случится что-то, что вот действительно, как мы в Писании в том же читаем, там же смысл не про апостола которого, а вот видел тебя под смоковницей сегодня. А это как раз вот указание на то, как Господь действует. И вот это та мелочь, которую вот была значима для этого. Мы не знаем о чем, нам даже не поясняют как притчу, о чем он думал, но человек говорит «Да, ты Господь», потому что вот действительно именно под смоковницей, и именно вот «Да, я, видимо, о чем-то говорил мне важном», и Господь ответил. То есть в этом случае не просто механическое чтение Писания, в том и дело, что в наш век тотальной цифровизации большой запрос на технологию. Вот технология в изучении языка может быть, технология в занятии спортом может быть, но технология в духовной жизни, она как раз-таки нас и подводит, потому что мы не можем дать рецепт. Я прошу прощения, перебил вас, да? То есть первый вариант ответа Бога через людей, через священника, да? Или просто через христиан, как мы и сказали, нет больших разниц. И, наконец, мистический опыт. И вот это вот самое такое, с одной стороны, достоверное, что нельзя отрицать, но, с другой стороны, Господь очень тактичен, и бывает так, что чудо является только одному человеку. Это вот, кстати, вопрос с... Ну, перечитайте, дорогие зрители, эпизод с крещением Иисуса и ответьте на вопрос, кто видел голубя и кто слышал голос. То есть вот оно, интереснейший нюанс такой. Все ли? И вдруг оказывается, что не все. Ну, чтобы не делать спойлеров, да, для нашей растущей аудитории, которая только приступает к чтению Евангелия, мы это пока оставим. То есть и вот мистические озарения, они, с одной стороны, самые надежные, а с другой стороны, самые хрупкие. Потому что тот же апостол Павел, после того, как прозрел, мог бы там годик пожить, сказать, да мало ли что, померещилось-то в состоянии аффекта, чего только не бывает. Это была кажущаяся слепота, и вдруг оказывается, что как бы, ну... Мы, заметим, чтим апостола Павла не за его обращение, когда у него не было шансов уклониться, а за его миссионерские труды, когда он вот взял и стал первоверховным апостолом, потрудившись больше остальных в деле проповеди. И в этом случае вот те, которые ищут мистику, они должны предостерегаться, как раз, грамотным священникам от чрезмерного увлечения. Потому что бывает так, что человек не может различить эмоциональный всплеск и присутствие Бога. И тогда получается, вот опять же, какой-то такой парадокс, да, что человек, с одной стороны, у него есть эта дверь, в которую он может войти и увидеть Бога, встретиться с ним. С другой стороны, вся, ну, практически вся святоотеческая литература остерегает его доверять своим переживаниям, ощущениям и так далее. А как тогда, да, то есть, вот я вошел, это вот то или не то? Как это постичь? Каковы индикаторы, критерии того, что это некий истинный опыт? Поэтому человеку нужен опыт соборности. Потому что спасение в одиночку — это скорее прелесть. И путь там, прелесть — ошибка в практике, ересь — ошибка в теории. Какая разница, прелесть или ересь, одинаково погибельно. Поэтому нужен опыт церкви, нужен опыт соборности, то есть жизни в общине. И мы как раз этого коснулись в конце прошлой программы. Вот тут должна быть община, в которой каждый, с одной стороны, незаменим, но и в которой каждый обретает нечто большее. И его опыт расширяется. То есть это вот кризис первого года, кризис третьего года. То есть в этом случае можно просто посмотреть на остальных, они же как-то из этого выбирались. И, например, опыт общины, он может, опять же, может быть в слове, а может быть просто вот в служении. Может быть в совете, который обращен лично к члену общины, а может быть просто в поддержке, в объятии, в поданной чашке чая. В том, что священник спросит, что ты какой-то вот беспокойный сегодня, может быть останешься и побеседуем. Сейчас говорите удивительным образом. Я вспомнил фразу митрополита Антония Сурожского, который вот как раз в теме вот этого вот якобы молчания Божия говорит, что в сущности вмешательство Бога не так часто требуется. То есть Господь, условно говоря, в том числе своим любовным актом по отношению к людям, да, то есть отступил немножко в тень, чтобы люди, людей научить любить друг друга. Он говорит, что это очень похоже, если мы говорим о страдании, о боли и о том каком-то таком пути совместного прохождения, он говорит, что это похоже на привитие ветки к дереву. То есть он говорит, вот берем яблоню и нужно привить какую-то веточку. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно стволу нанести рану, ветки нанести рану, но только рано к ране происходит вот это вот прививание и, опять же, способность пускать по себе вот эти живительные токи из почвы, да, которые оживят и ствол, и ветку. Вот в этом смысле, конечно, удивительно, что Господь может отвечать, то есть он уже ответил, условно говоря, на большинство вопросов тем, что, ну, например, дал церковь. Дал церковь не... Которая хранит Писание и традицию толкования Писания. Вот. Впрочем, я перебил опять. Ничуть, ничуть, ничуть. Я всегда радуюсь, когда приглашают в гости в вашу студию, здесь набредаешь на какие-то собственные вот неосознанные еще мысли. Вот образ, процитированный владыки Антонио, он очень хорош тем, что, если мы разовьем даже аналогию чуть-чуть, то вот дерево дикое, оно больше высасывает из почвы, чем вот дерево такое... Культурное. Культурное, садовое. Это как раз вот человек, который только пришел в церковь, и ему надо, 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 внимание надо, беседы надо, а потом уже он доходит до того, что ни свечки не нужны, ни священник не нужен, вот он пришел, помолился, может быть, даже и вне храма, но это уже итог долгого пути. И вот дичок он высасывает, а привитый он больше отдает. И вот это тоже вот та самая... То есть, Господь может говорить с общиной, в том числе и путем, простите, смены священника. То есть, а что же было с нами, что от нас священник ушел, сложив сам? Может быть, что-то было сделано и общиной, может быть, там надо было... И вот это хороший вопрос, да, насколько сама община поддерживает священника. То есть, не раз в год многое лето и букет цветов, потому что, ну... День ангела и день рождения. Причем, да, кто помнит день ангела своего священника, и кто помнит день рождения своего священника. То есть, вот тут вот запустить поисковик по гуглу, это легко. А вот знать, что любит, знать... Ну, то есть, вот даже банально дать какую-то обратную связь. То есть, получается, что священник выкладывается, и это происходит в любом труде. То есть, выговорить так может и постовой, который говорит, мы ловим, ловим карманников, они не кончают. Но я в данном случае бы даже расширил локацию церкви, да, потому что иногда бывает так, что община действительно все необходимое дает, например, священнику. Ну, я имею в виду необходимое внимание, необходимую любовь, необходимую обратную связь. Но ведь церковь – это не только локальная, ну, например, деревенская община, да, там 20-30 бабушек и так далее. А еще есть конгломерат священников. Я здесь вот... Благочиния, епархия. Да, я наблюдаю очень печальную тенденцию, когда священники друг другу конкуренты. Ну, они не конкуренты, когда они сидят на годовом епархиальном собрании, тут посидеть, что-нибудь там поболтать и так далее. Вот. Но когда, например, начинается разделение по, ну, там, той же деятельности, которую священники делают, все это воспринимается как некая конкурентная борьба, да просто как... Я знаю, например, просто потому что, опять же, мои прихожане мне рассказывают, что вот я там имела... Не имела возможности прийти к нам в храм, пошла вот там в храм, который был рядом с домом. Вот. И, условно говоря, на меня там косо посмотрели, потому что, ну, там, со своей общины, а мы тут своей общиной. И вот возникает вопрос, да, то есть оказывается, нет этого единства на священническом уровне, на уровне вот приходов, да. То есть приходы тоже достаточно атомизированы. Каждый живет там в своем таком гетто, в которое загнали каждый сам себя. Вот. И община предполагает, и в том числе, ну, и высшую церковную иерархию, которая тоже должна каким-то образом заявлять о том, что священник ей дорог, там, и так далее, и так далее. Но я, вот, мы сейчас опять уходим в ту тему, да, вот наших прошлых вторников, прошлых наших передач. Мне вот больше другая тема все-таки интересует. Вы уже упомянули, а время передачи у нас уже подходит к концу, хочется как бы закруглить эту тему. Сказали, что это процесс. То есть разговор с Богом — это процесс. И он с чего-то начинается. Он начинается с того, что человек в первую очередь, конечно, открывает Священное Писание, и это самое первичное обращение Бога к нам. Иногда бывает, что Господь первые какие-то слова тебе говорит на твоей первой исповеди через священника, который к тебе обратился со словом. Он разговаривать может через общину, но для этого, конечно, тебе нужно войти в эту общину и стать ее действенным членом. То есть не заходя туда раз в месяц. Мы сказали, что есть некий мистический опыт твоего личного переживания, личной встречи с Богом. Что может быть еще? Или лучше так скажем, в какой-то момент, если это процесс, человек слышит молчание не на первых этапах, а именно в середине где-то. Вдруг перестает Господь отвечать. Тогда это что? Вот если кратко, под конец нашей истории. Некратко, то как преподаватель я, пожалуй, спрячусь за, опять же, толкование, что есть такое монашеское предание, что для тех своих чад, которые вот прям продвинулись, продвинулись, если молчание Бога в середине, да, то мы следуем Евангелию. Да, призыв, потом есть из рук Господа, потом вот исцеляться, потом, и лишь вот потом, да, вернуться ко Господу, идти за Господом. И как Господь переживает состояние богооставленности. Почему ты меня оставил? То есть в этом случае это тоже такое, если уж мы идем за Христом, то мы идем, давайте скажем честно, не к личному острову в Карибском море, не к счету в банке, не к Ламборгини, прости Господи, дьявола. Мы идем за Христом, в том числе и вот туда. То есть там будет, конечно, и насыщение, и потом будет радость воскресения, но вот это вот молчание, его тоже вот некоторые возводят этимологию слова веры еще и к верности. Верности лучшим моментам своей жизни. И по этому поводу, чтобы предложить помимо монашеской еще и мирянскую аналогию, то тоже очень хороший такой ответ старца, мне понравился. Это, а как определить, спрашивает мирянин, вот я мирянин, я не монах, там никаких аскез, никаких всеночных бдений. Как вот, где критерии, где камертон, ближе я к Царству Небесному или дальше? Говорит, ну ты настолько близок к Царству Небесному, насколько счастлива твоя жена с тобой. И вот тут такой гонг, такое прозрение, ну вот человек, который самый близкий, вот человек, который... И вот делимся ли мы радостью и делимся ли мы любовью, сколько мы отдаем, сколько мы берем, вот настолько мы близки к Царству Небесному. Отец Сергий, пора нам заканчивать сегодняшнюю передачу. Я начал с фильма Мартина Скорсеза «Молчание», закончу, хотя, наверное, это спойлер, но этот спойлер, который нужен для окончания и завершения сегодняшнего нашего эфира. А я пока выкрикну, что это тот самый Мартин Скорсеза, который снял и «Последние искушения Христа». Да. Оцените. Мартин Скорсеза заканчивает свой фильм, что «Я никогда не молчал в разговоре с тобой, я разговаривал с тобой обстоятельствами твоей жизни». Вот, собственно, тонкости слуха всем нам, дорогие друзья, расслышать за обстоятельствами собственной жизни голос Божий. Храни всех вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok